Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня в республиканской столице прошла торжественная церемония открытия нового здания МВД по Карачао-Черкесии. На церемонии открытия присутствовали глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник главного управления МВД по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, руководители традиционных религиозных конфессий и многие другие подробности у Мурата Джинкезова. Гимном России Карачао-Черкесии началось торжественное открытие нового здания МВД по Карачао-Черкесии. В приветственном слове глава республики Рашид Тимрезов подчеркнул, что по техническому оснащению здание соответствует всем современным требованиям и нормам. Рашид Тимрезов также отметил, что подразделения МВД республики занимают особое место в правоохранительной системе страны. Именно они находятся на переднем крае борьбы с преступностью, и есть все основания полагать, что стабильность в регионе во многом является заслугой сотрудников органов внутренних дел. Начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин отметил, что на территории округа подобное здание открывается впервые за последние десятилетия и выразил уверенность, что личный состав будет добросовестно выполнять свои задачи. Генерал-полковник вручил символический ключ министру внутренних дел республики Александру Мельниченко. Еще одни ключи от служебного автомобиля получили сотрудники дежурной части. Отличившихся полицейских наградили грамотами и знаками отличия. С добрыми наподственными словами обратились к собравшимся председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После перерезания красной ленты высокие гости осмотрели помещение. До сегодняшнего дня в Министерстве внутренних дел по республике находилось здание, которое даже выступало любому районному подразделению. И это же в любом случае самое главное, что люди сегодня придут в эти комфортабельные условия, где, так мы уж откровенно будем говорить, сидели там в маленьком кабинете по несколько человек. Сегодня это другие возможности. И на самом деле, я абсолютно уверен, что, как можно сказать, коэффициент полезной деятельности вырастет. И МВД Покорачао-Черкесской республики, как всегда, себя и личный состав, как всегда себя показывал, как абсолютные профессионалы, так и в дальнейшем и впредь будет себя проявлять уже в более комфортабельных условиях, которые они заслужили. Мы только в прошлом году заложили фундамент строительства жилого дома для сотрудников. Уделяет большое внимание и при поддержке Министерства внутренних дел, которое выделяет нам на это средства. Но, тем не менее, общими усилиями и при поддержке республиканской власти в лице высшего должностного лица эти вопросы решаются и на территории республики, они, можно оценить их как на пять по пятибалльной системе. Тот объем финансирования, который был выделен, это заслуживает только уважения, потому что все прекрасно понимаем, как сложно сегодня приходится любому ведомству. В целом в стране сложно приходится. Но государство нашло возможность все-таки закончить финансирование этого объекта. И мы не имели права подвести, объект сдан в срок, сдан с небольшой экономией. Вот, закончена пусконалочная работа, в ближайшее время все кабинеты найдут своих хозяев. На площади в 13 тысяч квадратных метров расположились административное четырехэтажное здание, в котором 130 кабинетов, а дежурная часть оснащена комплексной системой видеонаблюдения. Рядом находится еще одно трехэтажное здание с подвалом, в котором есть спортивные и тренажерные залы, интерактивный тир, зал совещаний, контрольно-пропускной пункт и многое другое. Что касается теперь уже бывшего здания МВД по улице Ворошилова, есть предварительное решение о его передаче на баланс города для обеспечения учебного процесса, спортивных занятий и досуга молодежи. Мурат Чанкезов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Профессионалы своего дела, кадровый потенциал региона. Глава республики Рашид Тимрезов встретился с 14 победителями проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики». На встрече Рашид Тимрезов ознакомился с персональными проектами и провел торжественную церемонию награждения. На мероприятие побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Этот проект очень важен для нашего региона в плане формирования кадрового потенциала, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Финальный этап проекта выявил самых лучших и хорошо подготовленных профессионалов своего дела. Рашид Тимрезов отметил высоко работу данного конкурса и объявил о своем решении продолжить проект «Кадровый резерв». «Мы видим, какие новые вызовы сегодня и в мире, и в стране. И нам на самом деле очень важно, чтобы органы государственной, муниципальной, крупных предприятиях, где я абсолютно уверен, что каждый из вас будет представлен, мы с вами еще отдельно о поводу поговорим, абсолютно уверен, что для нас это большой плюс. Считаю, что нам этот проект надо будет продолжить». На встрече каждый из победителей представил свои персональные проекты. Так Андрей Грибкин рассказал о внедрении единой системы строительного комплекса региона, при помощи которого будет подача заявок на сайт госуслуг. Это позволит более мобильно решить проблему газоснабжения. «Подписанная вами карта развития газоснабжения Карачаев-Черкесской республики, согласно которой до 2025 года будет обеспечена 100% техническая возможность подключения газа. А сейчас на 1 января 2020 года у нас 72% газоснабжения. Таким образом, необходимо нам до конца 2025 года подключить более 9000 домовладений, несколько десятков котельных и производственных организаций. Поэтому данный проект непосредственно поможет ускорить этот процесс». Особый интерес конкурсантов был направлен на проекты в актуальной на сегодняшний день сфере цифровое развитие. Победитель конкурса «Наурус Пайрамкулов» представил главе республики свой проект «Создание онлайн-платформы «Дом молодежи». Основная задача цифровой платформы – вывести образование в сфере проектной деятельности, волонтерство и предпринимательство на новый уровень. «Первый этап уже в процессе реализации мы получили грант-президент Российской Федерации. Открываем дом молодежи, в котором будет зал образовательных мероприятий на 50 человек, каворкинг-зона на 10 человек и зона отдыха, плюс там дополнительные сервисные помещения. Представленный проект полагал еще и цифровизацию данного проекта, создание онлайн-платформы для молодежи, которая позволит консолидировать молодых экспертов, молодежный актив, чтобы людям имели доступ регулярно обновляемого списка образовательных мероприятий». Проект с социальным эффектом «Безграничное мастерство» представила победительница Анастасия Бакарева. Создание творческой мастерской народных промыслов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 лет позволит данной категории обеспечить условия для социализации. «Дополнительно мы можем также повлиять на то, что у людей, которые сопровождают лица с ограниченными возможностями здоровья, появится чуть больше свободного времени, что также важно очень для социальной среды. Здесь мне видится также несколько сопутствующих эффектов, но не менее важных. Это способность, возможность адаптировать, расширять лучшие практики, связанные с формированием доступной среды. Это также привлечение дополнительного внимания к вопросам, к проблемам инвалидов. Ну и, конечно, имиджевый эффект для республики, как для субъекта, который заинтересован в решении важных социальных задач. Многие проекты победителей касались вопросов развития туризма, образования, защиты окружающей среды, физической культуры и спорта, инвестиционной политики, права и даже астрономии. Рашид Тимрезов еще раз поблагодарил всех участников проекта и подчеркнул, что с каждым из победителей он лично встретится и обсудит все детали персональных проектов. Вот я вам говорю, что, конечно, если вы не против, в ближайшее время мы с каждым из вас лично пообщаемся, поговорим. Может быть, какие-то вещи вы мне объясните, которые я до конца, может, не понимаю. Может быть, я там что-то подскажу. Но я считаю, что это будет, ну, так, с практической точки зрения более неправильно. Я вот сейчас попрошу коллег, чтобы они, начиная с 1 марта, мы, как ряд встреч, с вами у меня назначили. Рашид Тимрезов также отметил, что уже принято определенные решения о назначении кандидата в из числа победителя проекта на различные управленческие должности. В завершении встречи глава республики вручил благодарственные письма победителям проекта «Кадровый резерв». Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 43 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 934 человека. Из них 17 176 выздоровели, 288 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3-8, местами до 14 градусов мороза, а днем плюс 1-6, местами до минус 5 и на дорогах гололедится. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 4-6, днем 3-5 выше нуля, ночью и утром на дорогах гололедится. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. 1 марта в 17.15 на нашем телеканале состоится прямой эфир с главой Карачао-Черкесии Рашидом Темрезовым. Звоните и задавайте свои вопросы по многоканальному телефону 8 800 300 39 91. Специалисты колл-центра принимают вопросы от жителей Карачао-Черкесии. Прямой эфир с главой Республики Рашидом Темрезовым. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым, образованным – это желание каждого родителя и одна из главных задач, стоящих перед образовательным учреждением. А лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. И поэтому посмотреть на и поучаствовать в веселых стартах и отведать настоящую солдатскую кашу пригласили почетных гостей и родителей во вторую школу поселка Мара-Ягы на подведение итогов месячника оборонно-массовой спортивной работы. Какая же команда родителей или школьников стала победителем – в репортаже Аллы Динаевой. Окончание месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы – это первое открытое мероприятие во второй школе поселка Мара-Ягы с начала пандемии, и оно проводилось с ограниченным количеством школьников. Это священный праздник для всех людей, поскольку во время Великой Отечественной войны наша доблестная армия и военный московь, вот они победили такого злейшего врага. В этот день фотографии героев Советского Союза и России и историческую литературу можно было посмотреть на выставке. Почетных гостей – труженика тыла Сапара Кубекова, председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракая Алиева и родителей на патриотическом мероприятии «Славная Родина Горжусья» поприветствовала директор школы Эльвира Идзиева. Нет более почетной обязанности, чем служить своему народу, защищать свою Родину. А мы – верные преемники славных традиций своего народа. Из уст очевидцев узнать о страницах истории, привить патриотизм и любовь к Родине помогают подобные мероприятия. Музыкальные композиции, стихотворения подготовили дети и взрослые. А затем все переместились в спортзал посмотреть веселые старты. Соревновались всего две команды – родители и старшеклассники. Эстафеты переправа, солнышко, воздушный шар и передай мяч вызвали у зрителей бурю эмоций. А за кого же переживают эти юные болельщицы? Я за брата и моего папу. А они в разных командах? Да. А за кого больше? За папу. Я с ней. Во всех видах эстафет команда мальчишек оказалась сильнее. В испытании по перетягиванию каната выиграли родители. А определила победителей игра в волейбол. Очень было приятно сегодня смотреть спортивную борьбу, посвященную Дню защитника Отечества между учениками и родителями. Это было здорово. Первое место ученики, второе место родители. А в общем победила дружба между родителями и учениками. Примерно мы сочли недели две назад и все эти две недели мы готовились, собирались после уроков, толпой и готовились к этому мероприятию. А результатом довольны вы? Мы, конечно же, довольны результатом, так как мы победили, но я считаю, что наша команда могла быть лучше, потому что мы готовились, так упорно трудились. Но все равно победа, она всегда победа. Вы достойное поколение защитников и чтобы свою энергию вы потратили на мирное процветание страны, пожелал школьникам в завершении мероприятия председатель Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Невеста Гамдива». Субтитры создавал DimaTorzok